Всем привет, друзья! Вы на канале Flash Games. Продолжаем играть карьеру за Йосипа и Личича. И под прошлым выпуском вы наставили больше 300 лайков. Это означает, что сезон мы сегодня завершим. Недооценил я вас, сказав, что 10 лайков это 1 матч. В каждом выпуске играть по 30 матчей это, конечно же, много, поэтому с этого выпуска будет 20 лайков это 1 матч. Так что ставьте лайки, если хотите видеть больше матчей в следующем выпуске. А сегодня мы завершим сезон за этого словенца. И можете написать в комментариях, за кого мне начать карьеру в следующих сериях. Ну что ж, перейдем к делу. Не забывайте про лайки и подписки. Ну а мы начинаем. В рамках 11 тура мы встречались с неаполитанцами и разгромили их со счетом 4-0. Напомню, что до этого матча у Личича была следующая стата. 4 гола и 3 ассиста за 10 матчей. А сегодня он оформил дубль и успел еще и голевую передачу отдать. Проигрываем мы Ювентусу в следующем туре исключительно из-за ошибок центрального защитника Лацио Луиса Филиппе. Ну и Зелинский забил один лонгшот. Второе подряд поражение на этот раз в гостевом матче против Ромы. Прервалась наша серия без побед. 3-0 мы раскатали Кальяри. Голы на счету Месси. Дубль он оформил и Кулибали. Давненько не выигрывали так крупно дубли на счету Мореза и Криштиану Роналду, но и по голу забили Кин и Марата. Ни разу такого еще не было и Личич оформляет хет-трик. Ну а мы побеждаем Болонию со счетом 0-3. Очень неожиданно мы проигрываем 0-2 в следующем туре. 5 мы встречались против Наполи и на этот раз счет 0-0. Я тут решил, что с этого момента буду показывать вам лишь матчи, в которых Ильичич отличается голевым действием. И вот матч против Самбдори. Это у нас 20-й тур. Ильичич из 4-х голов забил всего лишь 1. Тяжелейший матч против Ювентуса, в котором нам победить не удалось. Зато Ильичич забил 1 гол. Ильичич начал в каждом матче у нас отличаться голевым действием. На этот раз у него гол плюс ассист. В следующем же матче в рамках 23-го тура против Торино Ильичич оформляет дубль. Спустя 3-4 матча без голевых действий Ильичич наконец-то забивает гол, поучаствовав в разгроме над Пармой 0-4. В следующем же матче Ильичич забивает уже 11-й гол в этом выпуске. 3-1 победа над Удинезе. В рамках 29-го тура мы встречались против Ромы. На счету Ильичича 1 гол. А так матч закончился в ничью. 30-й тур серии А завершен. Ильичич забил гол. Ну а мы выиграли со счетом 0-3. Так, это что у нас такое? 30 туров всего лишь закончилось. Да, я получил у нас... Так, открылась Ла Лига. Всего лишь 30 матчей в серии А я сыграл. Интересно, с чем это связано. Ааа, 16 команд. Вот в чем дело. По дефолту должно быть, естественно, 20 команд. Но чтобы, наверное, я не знаю, уменьшить чуть-чуть количество матчей, добавили всего лишь 16 команд. Но что поделать, сезон завершен. На третьем месте мы его завершили. Рома от нас отстала на 3 очка. Ювентус вообще не досягаем. Интер на втором. Ну а что касается нашего сегодняшнего героя, Иосипа Ильичича, за 30 сыгранных матчей в серии А он забил 17 мячей и отдал 6 результативных передач. То есть он забивал 0,56 голов за игру. Я считаю, что это очень неплохой показатель. А если еще и добавить 6 ассистов, то получается 23 голевых действия за 30 матчей. Что звучит вполне неплохо. На этом, друзья, выпуск подходит к концу. Интересная такая карьерка у нас получилась за игрока. Что вы думаете, если я начну карьеру за одного из вот этих игроков? За иммобили или за агуэро? Оба они довольно частенько падают в драфтах. Так что у нас такой мини-баттл получается, за кого начать в следующей серии. Агуэро или иммобили? Ну а вам всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки и подписки. Ну а с вами был я, Флэш Геймс. Всем всего доброго и удачи.